Детям не выйти, взрослым не выйти. Мы боимся. Вечерами тут такие вереницы идут, пьяных всяких, ободранных, что страшно, нам страшно жить. Не иначе, как сидим на пороховой бочке, рассказывает Наталья Сергеевна. Проблемы в этом дворе на улице Октябрьской начались почти полгода назад, как только жильцов деревянной двухэтажки расселили. Думали, что дом сразу же снесут. А ничего этого не происходит. Мы поняли, что его просто ждут. Когда сожжутся, сожгут. Загорится деревяшка, огонь вполне может перекинуться и на соседние дома. От заброшенного их отделяют считанные метры. Пока снимаем снаружи, из самого здания начинают выбегать люди. Оставшихся удается застать на втором этаже. Эй, а это кто такие? А вы кто такие? А вы кто? Какая вам разница? Потом, правда, выясняется. Ярослав бывший военный. Живет в этом доме вместе с супругой и друзьями уже месяц. И в ближайшее время никуда уходить не собирается. Жильцы знают, без проблем. Тут раньше наркоманы обитали на первом этаже, так мы их прогнали всех. Менты так нас не трогают, в принципе. Ну, раз приходили, и все. Раз приходили, проверили. Второй раз зацепили, увезли во второй отдел, потом обратно привезли. Посторонние шумы заставляют заглянуть и в комнаты на первом этаже. За работой застаем подростков. Как работаете? Ну, как бы разбираем печки, кирпичи. Ну, заказ делаем. Давно работаете? Так, это уж неделя пошла, вот, первая. А вы не боитесь, что здесь может все обрушиться? Ну, как бы, ну, здесь аккуратно стараемся быть-то. И таких заброшенных домов по Вологде десятки. В своей очереди на снос. Некоторые ждут больше года. За это время они не только стали пристанищем для бомжей, но и не раз попадали в сводки ЧП. Неделю назад на улице Преображенского огонь практически уничтожил двухэтажный дом. Накануне пожар в заброшенном здании произошел уже на улице Товарной. Там задымело, сказали, что вынесли там бомжа, вот, на одеяле. Вон, приехали скоро, милиция, что и анимировали, видимо, умер. Всего с начала года на Вологодщине произошло свыше 400 пожаров в жилых домах. Самые серьезные последствия как раз в расселенных и никем не охраняемых зданиях. И здесь, областной столице, нет равных. В основном идет, это неосторожное обращение с огнем, с огнем посторонних лиц. Вот, доступ, нарушение права пожарной безопасности и, соответственно, вот последствия такие наступают. Потому что они у нас не отапливаются и электричество отключено, вот, ни жилых, ни расселенных. Из-за неосторожного обращения с огнем в Вологде горят и памятники архитектуры. Только вот этот, дом Назарова, от огня страдал дважды. Последний случай произошел в ноябре минувшего года. После ЧП городские чиновники решили законсервировать объект. И по документам это сделали. Но на практике попасть в здание по-прежнему может любой человек. И абсолютно не важно, каким статусом обладает расселенный дом. Ограничить к нему доступ и взять объект под охрану должен собственник. В большинстве случаев муниципалитет. За несоблюдение требований закон предусматривает наказание. В первую очередь крупные штрафы. Но таких прецедентов в Вологде в последнее время не было, сообщили в прокуратуре. Да и сами чиновники заявляют, со своей задачей справляются. И сносом занимаются регулярно. До конца этого года в третьем квартале планируется снести порядка шести аварийных домов, которые расселены. Также нам предстоит еще до конца 2017 года снести порядка 40 домов. Правда, планы, как это обычно бывает, с реальными возможностями несколько расходятся. На снос уже расселенных домов необходимо почти 50 миллионов рублей. Но в городском бюджете на эти цели сейчас заложено только два. Как чиновники в такой ситуации собираются выкручиваться, не рассказали. Но жителям Октябрьской и Товарной все же пообещали. Заброшенные дома в этих районах уберут. Официально в ближайшее время. Евгения Осколков, Василий Попурин. Новости Вологды.